Добрый день. Я немного начну с общей информации, что рак полового члена в структуре злокачественного заболевания встречается в 0,9% случаев. Это более 34 тысяч пациентов по данным Семерной организации здравоохранения на 2018 год. В 95% он представлен плоскоклеточным типом. И у 50% ассоциированных с вирусом попилом у человека, он ассоциирован с ВПЧ. Несмотря на относительную редкость возникновения рака полового члена, смертность довольно-таки высокая. Более 15 тысяч пациентов по данным ВОЗ на 2018 год. Пятилетняя выживаемость составляет примерно 50%. Более 85% это пациенты с отрицательными элефантическими узлами. И от 29 до 40% пациентов с положительными элефантическими узлами. Значит, исходя из этой информации, особый интерес представляет изучение доброкачественных и предраковых заболеваний полового члена. Разработка эффективных подходов к терапии с целью предотвращения злокочисления. Предраковые поражения составляют приблизительно 10% всех злокачественных на образовании полового члена. Риск злокачественной трансформации составляет приблизительно 30% по разной информации. Неинвазивный характер делает их поддающихся лечению, сохранениям полового члена. Данное состояние обычно трудно отличить от других доброкачественных дерматозов. Склонность к более позднему проявлению болезни, часто длительным самоуправлением или безуспешным лечением, может приводить к прогрессированию инвазивной карциномы, требующей более обширного хирургического вмешательства. Доброкачественные предраковые заболевания полового члена можно разделить на связанные и не связанные с вирусом попилома человека. Поражение связанное с ВПЧ включает интраэпитолиальную неоплазию полового члена, которая подразделяется на бородавчатую базолоидную и бородавчатые базолоидные типы, которые теперь заменяют ранее использованные термины, такие как ретроплазия кераплаз, лоскоклеточная корсонома инситу, болезнь Боуна, чаще ассоциированы с вирусом попилома человека 16-го и 18-х типов. Ну а также эта гигантская остроконечная кандилома опухоль Бушкель-Венштейна связана с вирусом попилома человека 6-го и 11-х типов. И заболевания не связаны с ВПЧ, это склеротический лишай полового члена, кожаный рог, ликоплаке, псевдоэпителиоматозный кератический слюдиный баллонит и дифференцированный тип пиин. Значит, гигантская остроконечная кандилома или опухоль Бушкель-Венштейна представляет собой вариант кандиломы. Макроскопически это большие выпуклые экзофитные образования, которые могут поражать любую часть анагенитальной области, включая крайнюю плоть. В отличие от кандилома, они могут проникать в глубокие ткани, вызывая значительные локальные разрушения. Злокачественная трансформация происходит при этом довольно-таки редко. Таким образом, данные образования рассматриваются как инвазивный почеклеточный рак, низкой степени злокачественные и радикально иссякаются. Лечение гигантской остроконечной кандиломы можно подразделить на три типа. Это местная терапия с использованием педофилина, фторурацила, лучевая терапия, хирургическое удаление опухоли с использованием жидкого азота, лазерная терапия СО2, электрокоагуляции, хирургические методы лечения, хирургическое удаление. И иммунотерапия, например, препаратом Эвиквимод. При выборе метода лечения необходимо учитывать несколько факторов, такие как толщину размера образования, их количество расположения, наличие вируса пепеломы человека, ну и, конечно, предпочтение, наверное, пациента. Методом выбора при лечении гигантской остроконечной кандиломы является хирургическое удаление, которое снижает риск рецидива на 45,5% пациентов. Основным преимуществом является возможность гистологического исследования данного образца. При этом из-за недостатков широкого удаления часто требуется частичная пеноктомия, за которую следует отсроченная пересадка кожи. Также, наверное, если говорить про хирургическое удаление, операцией выбором метода является хирургия МОСа, когда послойно удаляется образование с моментальным гистологическим исследованием. Рецидивы гигантской остроконечной кандиломы можно успешно лечить с помощью радикальных также хирургических вмешательств. Сообщается, что показатели излечения при радикальном хирургическом лечении составляют 61% по сравнению с 25% при химии, лучевой терапии или местным иссечениям. Помимо хирургического лечения в качестве дополнительных методов лечения рецидивов, можно использовать системные или местные химиотерапевтические подходы, такие как местное воздействие 5-фторурацилом, блеомицином, интерфероном, системное применение блеомицина, цисплотина, лейковерина, метацина-С. Виквимод показал свою эффективность в лечении рецидивов в комбинации с абляцией углекислым лазером и именно у пациентов с ВПЧ положительной опухоли. Если говорить про лучевую терапию, то она на данный момент остается спорной. Для объемных образований часто применяется предоперационная химия-лучевая терапия с последующим радикальным лечением. Один из вариантов таких лечений, один из режимов является включение введения метамицина-С и 5-фторурацил одновременно с лучевой терапией на ложе опухоли. Перспективным направлением в лечении опухоли Бушкель-Венштейна является аутологическая вакцинация препаратом из клеток кандилома. Второй тип – это склеротический лишай полового члена. Это хроническое прогрессирующее воспалительное заболевание, проявляющееся в виде чешуйчатого белого атрофического пятна или налета на головки полового члена или крайней плоти. Данный вид патологии ассоциирован с воздействием мочи, либо с подтеканием мочи при неудержаниях. Также в связи с фимозом, когда скапливается моча под крайней плотью. Поэтому данная патология чаще встречается у необрезанных муличин. Истинная частота случаев склеротического лишая неизвестна. Однако есть определенные данные о распространенности порядка 0,07% среди 153 тысяч пациентов. В многочисленных исследованиях сообщается о связи между данной патологией и инвазивным плоскоклеточным раком полового члена. В настоящее время разработаны и активно внедрены в клиническую практику современные протоколы ведения данных пациентов. Из рекомендаций по коррекции образа жизни необходимо уменьшение контакта данных образований с мылом, с мочой, регулярная использованность смягчающих средств для кожи, бритье надлобковой области. Также основным методом лечения склеротического лишая полового члена является курсовое использование сверхпатентивных топических кортикостероидов. По данным исследований, терапия вот этим кортикостероидом приводит к длительной ремиссии у 50-60% пациентов. При неэффективной консервативной терапии рекомендовано хирургическое лечение в объеме циркумцидии. Обрезание является лечебно эффективным у большинства таких вот пациентов, у которых ремиссия составляет более 75% этих пациентов. Ранняя диагностика и современное лечение позволяют восстановить или сохранить сексуальную функцию, снижение риска дисфункции мочеводящих путей и уменьшение вероятности злокачественной трансформации. Кожный рог полового члена представляет собой выступ на коже, который чаще всего встречается на коже лица, ушных, раковинах. Почему? Потому что данная патология связана с воздействием солнечных ключей ультрафиолета. Поэтому его наличие на половом члене довольно редкое. Поражает преимущественно мужчин в возрастной группе старше 50 лет. Кожный рог обычно протекает бессимптомно, иногда случайно обнаруживается. Связь кожного рога с доброкачественным поражением это 61%, а злокачественное это происходит в 39% случаев. Руководство Европейской ассоциации рога классифицирует рог полового члена как предраковое состояние. В предрасположенности рога полового члена, связанной с ним злокачественной трансформацией, играют роль фимоз и хроническое раздражение данного образования. Терапия кожного рога полового члена состоит из двух этапов. Первый это постановка диагноза, и следующий это окончательное лечение, основанное на гистопатологии. Рог полового члена может скрывать доброкачественное и злокачественное образование именно в основании. Поэтому действительно важна не столько верхушка, сколько лежащего в его основе заболевания. Поэтому оправдано сначала выполнение местного хирургического лечения с гистологическим исследованием. При подозрении на злокачественное образование выполняется широкое местное хирургическое удаление поражения. Хотя различные методы включают, можно включать электрохирургическое сечение, лазерная терапия, криотерапию. Хотя криотерапия была описана как менее эффективный метод лечения данного заболевания. В случае доброкачественного поражения достаточно истечения рога. В случае выявления бородавчатой карцином следует также выполнять широкое местное истечение данной патологии. Если при биопсии выявляется плоскоклеточный рак, то предпочтительным методом лечения является частичная или полная пеноктомия с отведением уретера. Псевдоэпителематозный кератотический следяной баланит – это редкое заболевание плавого члена, чаще которое поражает пожилых мужчин. Макроскопически это выглядит как толстая гиперкератическая бляшка с прилегающей к ней белесыми следяными чешуйками. Она имеет выраженный эритоматозный налет с пурпурными пятнами. Клинически данная патология протекает бессимптомно, хотя многие отмечают пациент раздражение, жжение, образование трещин, мацерацию. Толщина бляшки иногда может быть довольно-таки большая и выглядеть как рог полового члена. Варианты лечения включают в себя местные меры, такие как применение 5-фторурацила, смол, педофилина, топические кортикостероиды, криотерапию, лучевая терапия может быть использована и, конечно же, хирургическое иссечение. Данное заболевание является хроническим и связано с рецидивом, несмотря на первоначальный ответ на лечение, который в большинстве случаев является частичным. В случае клинического или гистологического подозрения на злокачественную трансформацию требуется агрессивное лечение в объеме широкого сечения и в некоторых случаях требуется пеноктомия. Дифференцированная интерапитолиальная неоплазия полового члена – это предшественник инвазивной плоскоклеточной карциномы. Как я говорил ранее, она замещает ранее использованной терминологией ретроплазию кейра, плоскоклеточная карцинома ин-ситу, болезнь Боуна. Дифференцированный тип пеносоцирован с высокодифференцированной карциномой, и он не связан с вирусом попилом человека, имеет тенденцию развития у пожилых необрезанных мужчин и преимущественно поражает крайнюю плодь. А недифференцированная интерапитолиальная неоплазия полового члена включает под собой три подтипа – это базолоидный тип, бородавчатый и бородавчатый базолоидный тип. Данная неоплазия составляет примерно 25% предраковых поражений. Если говорить про базолоидный тип пен, то он чётко определяется на фоне доброкачественного плоского эпителия. Образование, как правило, плоское, при этом может возникнуть резкий паракератоз. Данный тип связан с вирусом попилом человека, именно с 16-м типом. Бородавчатый тип пен характеризуется волнообразной шепастой, такой сосочковой поверхностью, с гиперплазией эпителия, выраженным паракератозом. Также связан с вирусом попилом человека 16-го типа. И бородавчатый базолоидный тип пен соединяет в себе два предыдущих вида. Он имеет волнистую поверхность, покрытую шепами. При этом также обнаруживается вирус попилом человека. Если говорить про их лечение, то в настоящий момент интерапретарийный эпоплазия полового члена расстрелится как онкология инситу, что определяет подходы к терапии по протоколам рака полового члена. Согласно рекомендациям МОНСИСИН 2020 года, данное лечение включает в себя локальную терапию, широкоместное сечение образования, лазерную терапию, полную гланцоктомию и в отдельных случаях операцию МОС. В качестве местной терапии применяются гели Виквимод 5% и крем 5% 5-фтор урацила. Для лазерной терапии используются препараты с воздействием СО2 и неодима. Предварительно перед лазерной терапией на область потенциально пораженного участка наносится, как Мария Владимировна говорит, 3-5% рассуроксусной кислоты, что делает кожу более мягкой. Именно участки, пораженные вирусом по половому человеку, они становятся белыми, что позволяет более прицельно воздействовать при лазерной терапии. Широкое иссечение является методом выбора для пациентов с недифференцированными типами неоплазии этого полового члена. Хирургическое поле зависит от локализации опухоли. Если говорить про образование диафиза полового члена, то предпочтительно лечить с помощью широкого местного иссечения с циркомцизией. Изолировано обрезание целесообразно при опухолях дистального отдела крайней плоти. При широком иссечении кожи может потребоваться использование кожного трансплантата. Если говорить про глансоктомия, она может быть рассмотрена отдельными панцентами с дистальными опухолями головки и крайней плоти. Конечно, методом выбора, если говорить про хирургическое, является операция МОСА, которая является альтернативой широкому иссечению. Данный метод позволяет более точно минимизировать объем удаления ткани, но технически он трудно выполним, поэтому применяется редко. Если говорить по итогу методов лечения предраковых заболеваний, то ввиду длительного бессимптомного течения, низкой обращаемости за медицинской помощью, в современных условиях невозможно проследить истинную предрасположенность доброкачественных предраковых заболеваний полового члена среди населения. В настоящее время для большинства не разработаны стандарты лечения, что делает терапию зависимой от профессионализма, опыта врача, значит, повышает риск рецидивов и злокачественной трансформации. Изучение данной проблемы позволяет повысить риск эффективности терапии, улучшить качество жизни и снизить риск озлокочисления. Спасибо. Спасибо.